Добрый день, меня зовут Николай Стрельников и сегодня у нас рецепт. Рецепт моего личного авторского напитка Blackberry Coffee. Идея возникла, когда у меня была маленькая кофейня в Санкт-Петербурге. Я продавал разные напитки, у меня был фильтр кофе, но на тот момент фильтр кофе продавался не так хорошо, как хотелось бы. И у меня оставалось большое количество фильтр кофе, который остывал и в принципе его приходилось списывать каждый день. Я в какой-то момент задумался над тем, что с одной стороны мне нужно каким-то образом продавать больше фильтр кофе, с другой стороны хотелось создать какой-то уникальный коктейль, который был бы популярен именно у нас. Таким образом, я взял как раз таки фильтр кофе, который у меня оставался в термосах. Тогда у меня в кофейне в эспрессо была смесь двух эфиопий, мытая и сухая эфиопия. Помимо этого в фильтре в самом я также готовил эфиопию. Эфиопия она очень ягодная, очень цветочная, фруктовая и мне хотелось подчеркнуть эту ягодную фруктовую составляющую. Поэтому я взял фильтр кофе, добавил в него эспрессо, немного ванильного сиропа и черно-смородиного варенья. Все вместе перемешал, если фильтр остывал, я его подогревал и на выходе получился очень ягодный фруктовый коктейль, который был сильно кофейный, но при этом в сочетании с черной смородиной он получался с такими оттенками винными портвейна. И поэтому подача напитка естественным путем у меня стала в винном бокале. У него очень хорошая яркая ароматика, богатый букет и вообще африка вместе с черной смородиной для меня очень хорошо сочетаются. Давайте попробуем. Прежде всего 20 грамм варенья черной смородины, ванильный сироп и сюда я приготовлю два эспрессо. Также добавим 125 грамм фильтра. Останется только перемешать. Сейчас для рецепта я использую также эфиопию. Единственное, это сейчас эфиопия. Мытая анаэробная обработка в эспрессо и мытая обработка эфиопия для фильтра. Посмотрите, попробуйте, что у вас получится, если вы используете другую страну. Я думаю, что самое главное здесь это использовать ягодную составляющую такую же, то есть фруктовую какую-то высококислотный кофе. Сейчас я слегка взобью напиток для того, чтобы лучше размешать ингредиенты и нагреть его. Если у вас фильтр горячий, вы используете, то нагревать не обязательно. Взбивание оно даст вам только пену, но перегревать напиток точно не стоит. Обязательно фильтруем напиток для того, чтобы убрать всю мякоть от варенья. Напиток готов. У него приятная ароматика идет. Именно кофейная составляющая сладкая. Температура где-то в районе 60 градусов. В меру сладкий. Здесь чувствуется черная смородина, но она не перебивает вкус. Здесь идет от Африки, от Эфиопии. Фруктовая такая ягодная составляющая. Очень питкий, в меру десертный напиток. Я думаю, что зимой он должен хорошо сочетаться вообще со многими десертами. Ну и в целом его можно просто попивать. Друзья, напишите в комментариях, получилось ли у вас повторить коктейль. Какое зерно вы использовали, что у вас во вкусе получилось, вообще понравилось ли вам или вашим гостям. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока. Сочетание классное. Он, знаешь, похож на этот, на какой-нибудь вишневый торт. Типа какой-то там наше, по-моему, есть такой. Вкусно, вкусно. Я ставлю лайк. Субтитры сделал DimaTorzok